Сергей Владимирович, такой серьёзный вопрос. Сейчас в России 20% кредиторов являются должниками, людей, которые берут кредит. Эта цифра выросла фактически за 2,5 года. С 5,6% до 20%. Если она будет дальше расти, 25-30% и так далее. Этот пузырь лопнет, на ваш взгляд? И что ждёт российскую экономику с таким пузырём, в принципе? И 20%, простите, 20 миллионов. Смотрите, к сожалению, начну с того, что, к сожалению, Центральный банк даёт очень, российский, даёт очень плохую статистику по задолженности населения. И мы видим, ну там, скажем так, все кредиты, которые получает население, это ипотека, это потребительские кредиты, это автокредиты. Но если по ипотеке там более-менее что-то понятно, ну или, скажем же, всё понятно, да, там сколько кредитов, сколько необслуживаемых, там меньше, чем полтора процента, да, какой средней суммы кредита, то самая большая загадка, вот в потребительских кредитах, вокруг которых там набиулино время от времени, там с какой-то периодичных кричит, ой, волк идёт, да, там полная темнота. Потому что там есть, внутри сидят потребительские кредиты, которые, что называется, вы оформляете в магазине на покупку, но там же сидят и кредиты по задолженности населения по кредитным картам, да. А вот с точки зрения общей логики развития финансовой системы, финансовой грамотности населения, отношений банков и населения, то есть когда-то там 20 лет назад, 25 лет назад, когда в России карточки банковские только начинали появляться, все карточки были дебетовыми, да, потому что банки не хотели брать на себя рисков. А и население тоже не очень понимало, что это такое. Соответственно, вот чем дальше идёт процесс, да, тем больше там появляется кредитных карточек и дебетов, то есть население начинает понимать, как с ними можно работать, и банки понимают, как с кредитами вот через карточки можно работать. Но в принципе задолженность по кредитной карте означает следующее, что вы целый месяц тратите, и банк за вас платит, наступает конец месяца, вы получаете зарплату, всё отправляете на погашение, или там две трети отправляете на погашение задолженности по кредитной карте, и типа начинаете жизнь по новости нового листа, да. Количество кредитных карточек растёт, номинальная зарплата растёт, Ну и если просто предположить, что там население начинает более активно, все более и более активно использует кредитные карты, то задолженность по кредитным картам должна расти. Вот понять, что в потребительских кредитах является задолженностью по кредитным картам, какая там статистика невозвратов и так далее невозможна. Я, глядя на траекторию отношения населения и то в целом потребительских кредитов, хочу заявить, что российское население ведет себя абсолютно грамотно. Как только в стране ухудшается экономическая ситуация, девальвация, цена на нефть падает, кризис, там война, санкции, население тут же начинает снижать свою задолженность. Вот как только в воздухе запахло грозой, население говорит, стоп, 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 все, сжимаемся, кредиты сокращаем и живем как можем. Как только экономика начинает дышать спокойнее, население говорит, ок, все, жизнь налаживается, ну, значит, можно снова идти и брать кредит. Вот, и поэтому я не вижу никаких пока проблем. Опять, в России, при том, что там, ну, сейчас там ситуация немножко другая, да, и после войны как-то центральный банк, начало войны центральный банк как-то поменял свой подход, но вот все банки, которые банкротились, они банкротились не потому, что население с ними не могло расплатиться. Они банкротились, ну, либо потому, что там, не туда деньги давали, либо просто воровали. Вот, поэтому я никаких проблем ни с точки зрения банков, ни с точки зрения населения пока не вижу. Ипотеке конец или нет? Потому что цифры тоже интересны. 48% населения России, они берут ипотеку до пенсии, и эта цифра тоже постоянно растет. Кто-то говорит, что ипотеке конец, кто-то говорит, что нет. Ваша позиция какова? Я думаю, что ипотека, ну, конец, что вообще перестанет как финансовый инструмент существовать. Нет, конечно, посмотрите на любые другие страны мира, на развитые страны мира, ну, везде она есть, и никто не собирается от нее отказываться, даже после такого жесточайшего кризиса 2008 года, где во многом это было связано с ипотечными кредитами. Ну, в общем, как-то все, рынок восстановился, и мы понимаем, что этот рынок, он очень чувствительный к уровню процентной ставки, к экономической ситуации. И понятно, что при процентной ставке, при ставке Центрального банка 19% или 20%, что могут объявить на этой неделе, желание, количество людей, которые готовы вот брать кредит под такую ставку, ну, оно резко падает. Другое дело, что мы же, опять нужно понимать, что есть население в целом, да, когда мы говорим, вот, общий объем ипотечных кредитов. А бывает, каждая конкретная ситуация в отдельности, да, вот, там, вы нашли какую-то супер привлекательную работу, у вас зарплата растет, там, в два или, там, не знаю, в три раза, но для этого вам нужно переехать в другой город и купить себе там жилье. Ну, будучи, так сказать, человеком экономически грамотным, вы понимаете, что, там, 20% ставка, ну, вряд ли продержится пять лет, да, там, ну, скорее всего, она снизится. Ну, значит, хорошо, а если ставка продержится пять лет, значит, там и зарплаты могут вырасти, ну, черт его знает. Короче говоря, можно рискнуть, если у вас зарплата выросла, растет в два раза, вы можете согласиться платить по ипотеке чуть-чуть больше, ну, и там, сильно больше. В расчете на то, что, там, через два-три года ставка по ипотеке снизится, вы просто перекредитуетесь, переведете, возьмете более дешевые кредиты, снизите свои процентные расходы на обслуживание кредита. Вот, поэтому количество ипотечных кредитов, которые выдается без программы льготной ипотеки, резко упало, да, ну, это не означает, что ипотека исчезнет. Она сейчас сожмется, ну, через какое-то время она начнет расти. В том же проекте бюджета Путина, Мишустина, я так его называю, они планируют сокращение расходов на помощь многодетным, пенсионерам, социальным таким своим населением, очень подверженным различного уровня каким-то плохим волнениям в экономике. На полтора триллиона рублей. Шесть триллионов было, сейчас на полтора триллиона рублей будет меньше. Можно ли сказать, что, в принципе, Путин готовится, ну, хотите так громко скажу, к геноциду всего, всех этих своего населения? Многодетных, инвалидов, пенсионеров? Или нет? Нет, конечно, с точностью, да наоборот. Если вы посмотрите на социальную политику Путина последних 5-6 лет, то она очень строго как раз перестраивается вот ровно в том направлении, про которое ненавистные международные валютные фонды и Вашингтонский обком говорили с самого начала российских экономических реформ. Я думаю, что от ковровой социальной помощи, когда вы всем, грубо говоря, по факту наличия одного или двух детей платите пособие, что платить пособие нужно тем, кто нуждается, вот то, что я вижу по социальным расходам, они становятся все более и более таргетированными, да, то есть вот как раз на наиболее низкодоходные слои населения им денег дается больше. То есть вот в этом отношении, ну, предположить, что там в голове, ну, опять, конечно, все может быть, да, и, конечно, Путин может окончательно подвинуться рассудком и к нам попасть в волнении жутком с номерочком на ноге, вот, но, в принципе, пока вся его социальная политика, она как раз идет прямо в противоположную сторону, то есть помощь наиболее нуждающимся, да, и на это и деньги перераспределяются. Что касается общего сокращения социальных расходов, за что зацепились многие эксперты, то тема техническая, и просто люди не, что называется, опять, поленились прокопать материал, факты. Дело в том, что за счет более высокой, за счет высокого быстрого роста заработной платы в России, да, вот, связанной с военными расходами, пенсионный фонд накопил большие остатки. То есть, опять, то же самое, как в Минфине, зарплата растет быстрее, чем планировалось в бюджете, к вам приходит больше денег, и они просто остались на счетах пенсионного фонда, да, потому что дотации, которые записаны у Минфина, выдать пенсионному фонду, он вместе сейчас, пенсионный социальный фонд, все вместе эти расходы финансирует, вот, у пенсионного фонда накопились остатки, которые нужно было как-то использовать, чтобы не висели мертвым грузом. И в этом отношении Минфин, ну, просто сократил на один год дотацию пенсионному фонду, сказал, окей, ребят, давайте вы в 25-м году потратите свои остатки, а в 26-м году мы опять вам дотацию увеличим. Вот, это абсолютно технический момент, и он никак не связан с сокращением общего объема социальных расходов, потому что для этого нужно суммировать расходы федерального бюджета, региональных бюджетов и пенсионного социального фонда вместе. Если вы это сделаете, вы поймете, что никакого сокращения расходов не происходит. Что сейчас с бензином в России после ударов по НПЗ, продолжающимся, как бы, ударов в ССУ по разным точкам, объектам критическим, в том числе, которые поставляют то или иное оборудование, различным нефтепрорабатывающим заводам на территории России? Топливный кризис в России, на ваш взгляд, может случиться? И что будет с ценой на бензин? Вот какой ваш прогноз? Ну, смотрите, первый вопрос, что происходит, что с бензином? С бензином все хорошо, судя по тому, что цены на бензин, потребительские цены на бензин, они растут чуть-чуть быстрее инфляции, но, в принципе, никакого резкого всплеска ни в одном из регионов нет. Из этого я делаю вывод, что либо удары в ССУ по российским НПЗ, которых, кстати, давно уже не было, оказали не очень серьезное воздействие, и Россия за счет того, что есть огромные запасы бензина на нефтебазах под разным контролем, в состоянии удерживать ситуацию. То есть дефицита автомобильного топлива на рынке не видно. Соответственно, об этом нам говорят цены. То есть если цены растут без скачков, значит все в порядке, значит есть, товары есть. В рыночной экономике, как только у вас исчезает бензин где-то, выстраиваются очереди, цены тут же начинают расти. Цены не растут, значит никаких критических ситуаций нет. Могут ли быть удары в ССУ более действенными? Ну, наверное, могут, но это вопрос к ССУ. Почему они то бьют, то не бьют, то не туда попадают, то не ту колонну разрушают. Ну, точно совершенно не ко мне вопрос. Утилизационный сбор повысили. Это в том числе бьет и по фурам, по грузовым перевозкам, что в принципе приводит тоже к раскручиванию инфляции. Это серьезный удар, на ваш взгляд, или нет? Нет, это не серьезный удар. Ну, это серьезный удар по каждому индивидуальному бизнесмену, по каждой индивидуальной компании. Но с точки зрения экономики, да, конечно, там любое повышение стоимости грузовых автомобилей, фур или газелей, на которые активно там переходят многие. Ну, то есть российские автомобилисты, они, или перевозчики, они такие изворотливые, они уже там понимают, что вот если ты усилил газель и везешь на ней там 5 тонн, то ты не попадаешь на систему Платон и не плачешь никаких взносов. Ну, короче говоря, есть много-много всяких всевозможных способов обойти вот эти дополнительные поборы, которые российское правительство пытается собирать. Вот, но это так же, как цены на бензин. Ну, да, там себестоимость любого товара, буханки хлеба, не знаю, там тюбика зубной пасты, бутылки пива. Конечно, присутствует и цена на бензин, и там утилизационный сбор, но это точно совершенно не тот фактор, который вызывает там рост инфляции на 10% в год. Сергей Владимирович, вот я вас слушаю и думаю, что в российской экономике все хорошо. Вот такой, знаете, мой взгляд, вот как я послушал. Нет, Александр Александрович, я говорю, стоп-стоп-стоп-стоп. Смотрите, я же с этого начал разговор, да, что я в российской экономике кризиса не вижу. Но это не означает, что там все хорошо. Вы же меня спросили, экономика устойчивая? Я говорю, да, устойчивая. Экономический кризис может? Я говорю, я не вижу. Знаете, вот есть табуретка, а есть мягкое кресло. Вот российская экономика – это табуретка. В принципе, она устойчивая, да, но долго на ней сидеть неудобно. Извините, попа в какой-то момент тоже там будет дискомфортно себя чувствовать там. В кресле сидеть удобнее. Можно облокотиться, да, можно там газету почитать, можно там даже прикорнуть, поспать немножечко, если там кресло совсем это позволяет. На табуретке поспать тяжело, да, но если вам нужно посидеть, да, в какое-то время, то, в принципе, если у вас больше выбор стоять, сидеть или лежать на бетонном полу, то табуретка – нормальный, достойный инструмент. Вот, поэтому российская экономика, она абсолютно неэффективная, но она очень устойчивая. Но я вот почему хочу вас к этому я веду. Что должен сделать Запад, вот один, два, три, четыре, пять, конкретные какие шаги предпринять, чтобы эта табуретка упала? А я вообще не считаю, не думаю, что у Запада есть набор таких шагов. Мне кажется, я уже сказал, что я не вижу возможности усиления санкционного давления, экономических санкций на Россию, потому что отказаться от российского сырья мировая экономика не может, потому что цены вырастут, за это ценой давления на российский сырьевой сектор будет глубочайшая рецессия в глобальной экономике, чего точно совершенно ни Байдену, ни Шольцу, ни Макрону, никому другому не хочется. Поэтому я не считаю, что у Запада есть какие-то возможности обрушить российскую табуретку. Можно ли сделать ситуацию менее устойчивой? Ну да, наверное, можно. Ну, не очень-то и хотелось, мне кажется. Они не хотят? Ну, конечно, они. Ну, конечно, они. Ну, смотрите, вот там вся политика Запада, санкционная, состоит в том, чтобы запереть российский капитал внутри страны. А тот российский капитал, который есть в Европе, у олигархов, сделать так, чтобы он вернулся в Россию. С точки зрения экономики, вот капитал, отличие капитала от депозита состоит в том, что капитал ищет себе место применения, ищет себе работу. И вот те олигархи, про которых мы говорили, ну, они же хотят, чтобы их деньги работали. Да, и поэтому, когда вы запираете капитал в России, он начинает искать себе применение в России. Да, и появляется всевозможное импортозамещение, появляется параллельный импорт, появляется огромный там рост сферы услуг с точки зрения туристического бизнеса, инфраструктура туристического бизнеса развивается. Потому что россияне не могут никуда выехать, а в Россию вот для них там и гостиницы, и кафе, и рестораны строятся. Вот, и, соответственно, когда вы запираете капитал в России, у вас стабилизируется курс рубля, рубль-доллар, да, о чем мы говорим, там, последние 15 месяцев он стабильный. Если бы Запад, что называется, сказал, капитал, беги из России, вот вам каналы, вот вам Райфайзенбанк, делайте там платежи для всех, даже не только для клиентов вашего банка, там, Юникредит, да, нам россияне переводите деньги. То вот отток денег из России, он бы вызвал девальвацию, девальвация вызвала бы инфляцию, да, и вот тогда бы у бюджета перед, там, я не хочу сказать... И мигранты, которые бы уехали из России, пожалуйста, переводите себе деньги. А вот еще все, там, айтишники, которые хотят работать, вам сразу, там, трехлетние право на работу в любой стране Евросоюза или в Америке, да. И вот тогда, опять, я не хочу сказать, что табуретка после этого рухнет, но после этого перед экономическим блоком правительства российского, там, Мишустина, Путина, где сидят люди, ну, там, опять, с хорошим профессиональным образованием, они понимают, как экономику удерживать, перед ними зникают более сложные задачи. Гораздо более сложные задачи, чем те, которые есть сегодня. Чем сложнее у вас задача, да, тем выше шанс на то, что вы примете неправильное решение. Тем выше, что политики примут какое-то неправильное решение, и ситуация станет менее устойчивой, да. То есть раскачивать можно, но это надо делать, а Запад делает прямо противоположное. Ну, поэтому табуретка, она стоит устойчиво. Можно сказать, что, знаете, ее, считай, приклеили к полу. Поэтому как можно обрушить табуретку, если она приклеена? Сергей Владимирович, а за кого проголосует Путин, на ваш взгляд? За Трампа или за Харрис? Кто выгоднее, Путину и российской экономике? Дональд Трамп или Камала Харрис? Да, с точки зрения российской экономики, мне все равно. Я думаю, что и Трампу, и Харрис на российскую экономику глубоко наплевать. И они не очень понимают, что для нее нужно делать. В целом, мне кажется, что для Путина выгоднее Трамп, потому что это больше хаоса. Да, ну, то есть политика Харрис, она более-менее понятная. Продолжение той же самой политики Байдена, продолжение всей идеи демократической партии. А с учетом того, что Сенат в любом случае перейдет под контроль республиканцев, шансы на то, что она сделает что-то радикальное, очень низки. Ну, соответственно, вот так то же самое болото. Ну, в принципе, понятно, но, глядишь, ни с того ни с сего проснутся и очередной пакет помощи Украине сочинят. Да, а если побеждает Трамп, то шансы на то, что он начнет раскачивать лодку внутри страны, они очень велики, что он начнет перестраивать, ну, или, как говорят, проверять устойчивость американской конституции и пределы власти президента. И это означает, что в Америке возникает политический хаос, ну, или там сильная политическая турбулентность, и американскому политическому классу, ну, точно совершенно будет не до России, не до Украины. Да, ну, собственно, это та идея, которую Путин в 21-22 году, ну, и раньше пытался проводить в отношении Евросоюза. Да, то есть самое главное, чтобы оппонент занялся своими внутренними проблемами, забыв о том, что происходит на внешнем контуре. Поэтому, в моем понимании, для Путина выгоднее, и то, если бы выбрал он, он бы, конечно, выбрал Трампа, потому что это потенциально создает хаос в Америке. Их будет больше, больше и больше день ото дня. Сергей Вадимович, спасибо большое, что были с нами сегодня. Александр, большое спасибо за беседу и до свидания, до новых встреч. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok